добрый день с вами империя пикчер и сегодня покажу вам как нарисовать монитор карандашом и если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать будем нашим классом скетч буки от империи пикчер нас наборе с ним промокайка для маркеров которые сейчас мы использовать не будем потому что рисуем карандашиком берем карандаш мягкости бы или аж бы и начинаем намечать силуэт монитора формате нашего листа располагаем его по центру измеряя расстояние по пока снизу у нас должно быть чуть побольше расстояние чем сверху верхняя линия и нижняя будут проходить по диагонали и стремится соединиться то есть они будут сужаться к левой стороне справа стены будет более широкая вертикаль к мы проводим две вертикали по бокам тоже их можно померить относительно края листа и подправить если они кривоватенькие далее мы стираем все ненужные линии такой вот мониторчик у нас в перспективе получился а перспективы как раз таки характеризуется тем что чем дальше от нас объект тем он становится меньше и имеет общую точку схода вот такой у нас как бы прямоугольник немного вытянутые в длину получился далее нам нужно прорисовать рамочку по краю при этом с левой стороны рамочка тоже будет поуже ну а со всех остальных сторон примерно одинаковые далее нам нужно прорисовать снизу ножку и также основание на котором у нас будет стоять монитор у ножки будет небольшая толщиночка с правой стороны ее мы обозначаем затем делаем такое преломление и продолжаем ножку уже немножечко в другую сторону как бы у нас образуется такой треугольничек теперь нужно нарисовать и само основание она будет тоже такой вот прямоугольной вытянутой формы будет иметь толщиночку снизу и сбоку очень узенькую мы аккуратненько это все дело прорисовываем и стираем лишние линии если задеваем что-то слишком много стеркой то можно восстановить карандашом желательно сразу же пока не забыли крашки стерли в принципе наш рисунок практически готов здесь тоже линии будут сужаться уходя вдаль а монитор по сути правым уголком к нам стоит поближе и немножко от нас отвернут в такой в три четверти по сути берем карандашик мягкости 2b и начинаем под штриховывать сразу толщиночку которая будет более темненько аккуратненько и и так заполняем сейчас выполним темные элементы и затем перейдем к остальному обязательно тут уголочек показать снизу он будет располагаться далее карандаш камбе начинаем аккуратно штриховать монитор аккуратным раздельным штрихом немного наклоненным по диагонали пока вы это делать я вам напомню что наши художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на значное обучение вы найдете в описании к этому видео там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами штриховать мы можем и по форме монитора аккуратненько до средней серого пока что однородного тона также мы переходим и в подставочку а потом тонально будем уточнять и выявлять объемчик то есть появится на светотень контрастность и так далее сейчас снова берем карандаш 2b и на подставочки снизу затемняем толщиночки по бокам и далее подстриховываем саму эту подставку с правой стороны она будет потемнее немножечко слева чуть-чуть светлее оставляем и более такой мягкий штрих делаем также вы здесь немножко затемним создадим тут границу нижняя часть будет потемнее на переломе формы и вот эту толщиночку тоже выделяем если она пропадает уголочек затемняю еще одним слоем тут вот на переднем плане толщиночку тоже затемняю и далее давайте уже перейдем к мониторчику тут нам нужно с вами рамочку сделать чуть темнее а сам монитор еще темнее поэтому я сначала легонько про штриховую горизонтальными штрихами такие по форме рамочку а затем переступаю прихожу в монитор тут тоже аккуратненько показываю где у нас закончится монитор края при этом я делаю не остренькими а вот у нас тоже появится толщиночка тоненькая я ее тоже показывают эта толщина нашего монитора по сути и видно она будет в основном только с вот этого края в остальном все останется как прежде опять же сверху подчеркиваю рамочку и начинаю аккуратненько сверху ой снизу идти наверх такими легкими штришочками раздельными все еще они остаются горизонтальные немножко так по диагонали также как и монитор в общем-то стараюсь штриховать однотонно и вот здесь вот по краям можно немножко изменить направление штриха чтобы не выходить за край а потом опять же под штриховать горизонтальными штрихами далее нам нужно выделить рамку с левой стороны и до штриховать до левого края там можно сделать тон чуть светлее помягче а вот здесь с правой стороны наоборот усилить его сделать более темным мы чуть чуть сильнее надавливаем на карандаш и при этом у нас там уже появляется многослойные за счет многослойности у нас тоже штрих становится темнее дошли до края аккуратно краешки подчеркнули и доработали сделали штрих более равнотонным просто сверху легонечко пройдемся карандаш он сразу сравняется весь вот рамочку по низу тоже затемняем оставляя небольшую светлую обводку у самого края монитора где у нас начинается сам дисплей тут вот уточняем с левой стороны тоже подштриховываем рамочку чтобы у нас был контур более четким также добавляем тень и сверху далее ластиком немного добавляем бликов например вот тут на подставочке можно показать вот тут вот небольшой будет плечок прям на стыке ластиком выделяю ластик можно предварительно подрезать чтобы он был остренький и давал более ровные линии также вокруг монитора почищаю пространство листа чтобы было чистенько все и аккуратно ну и остается там буквально мелкие детали доработать и наш рисунок будет готов она именно это уголки толщиночки ровность линий и чистота нашего листика здесь вот тоже на окрашки дисплея можно сделать легкий свет ластиком осветить и карандашиком бы слегка подштриховать чтобы сильно не выделялась и вот здесь вот можно создать отражение на поверхности сделать такую тень от ножки монитора и вот такой монитор карандашом у нас с вами получился прислать ваши результаты к нам инстаграм с удовольствием их посмотрим опубликуем у нас на странице ссылки на инстаграм описании к видео напомню что мы рисовали в нашем классном скетчбуке найти эту и другие варианты обложек вы можете в нашем магазине на валберес империя пикчер по ссылочке в описании к видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч